На самом деле, этот способ отмывания бутылей является очень эффективным. Вы точно не пожалеете о тех минутах, которые потратите на просмотр данного ролика, и в результате получите за считанные буквально те же минуты идеально отмытые бутыли, как днища, так боковинки, стенки, так и плечики. И бутылка будет у вас сверкать изнутри, а снаружи вы всегда сможете ее помыть традиционными способами. Привет, друзья! В первом видео про вот эти стеклянные бутыли мы с вами изготавливали специальную насадку, которая позволяла нам очень легко и просто отмыть боковины у бутыли и дно. Но у этих бутылей, которые достаточно высокие и, самое главное, с узким горлышком, есть распространенная проблема – это налет изнутри на вот этих плечиках, что достаточно проблематично отмыть, потому что они расположены под углом, и туда достаточно трудно дотянуться и щеткой, и губкой, и вообще чем-либо. Поэтому очень распространено, что на этих плечиках внутри есть, как и на этой вот бутыле, следы от пенки того, что было налито в этой бутыль в предыдущие разы. И эта пенка засыхает и остается на этих плечиках на долгое время, и невозможно отмыть. Поэтому сегодня мы будем с вами нашу насадку модифицировать, чтобы можно было также отмывать и плечики изнутри. А пока что изменилось с предыдущего раза, первой модели для отмывания дна и боковин – это вот эта трубочка. У нас была вот такая вот трубочка для напитков, точнее их тут две, склеенные скотчем. Они показали себя плохо, их, во-первых, пришлось склеивать, во-вторых, они быстро изнашиваются, потому что эта трубка мягкая, и пришлось заменить ее на вот такую силиконовую трубку. Вот она здесь, как вы можете видеть, надета, не до конца, потому что сюда нам нужно прикручивать патрон от дрели, шуруповерта или чего-то. Мы используем для вращения. Но трубка надета по всей длине, это также очень удобно, потому что, когда она ходит внутри по горлышку, она может слегка вот так вот из стороны в сторону вибрировать. Во-первых, ее удобно держать даже рукой, что тоже очень помогает. То есть мы ставим ее в горлышко, держим рукой, а дрелью крути. Это очень классно работает, превосходно отмывает, и насчетка показала себя идеально. А сегодня мы сделаем ее модификацию, которая позволит нам отмывать плечики внутри. Давайте приступим к этому. Итак, новая щетка. Значит, первая доработка, которую мы с вами должны сделать, это взять бутылку с более жестким пластиком. То есть он должен быть более толстый и более, соответственно, поэтому жесткий. Затем вот эти ламели, которые у этой бутылки будут нарезаны, нужно переломить. Вот видите, тут они с боков, если посмотреть, переломаны. То есть просто сгибаем и вот так вот пережимаем. Вот, они становятся переломанными, и за счет этого будут лучше у нас работать, когда мы этой насадкой будем пользоваться. Дальше. Доработка. Это вот эта пробка, которую мы прикручивали, она у нас смотрела до этого резьбой вниз. И, соответственно, нашу бутылку мы прикручивали вот таким образом, вниз. Теперь все изменилось. Нам нужно мыть плечики вверху. Соответственно, мы эту пробку перевернули. И бутылку, которая будет надеваться на нее, мы, соответственно, также переворачиваем. И накручиваем все точно так же, как и было в первый раз к этой родной ее пробке. Сейчас я накручу. Так, накручиваем. Теперь, так как эта бутылка с пробкой у нас на нашей шпильке перевернулись, соответственно, вращать мы ее должны не по часовой стрелке, как мы делали это раньше, а, соответственно, против часовой стрелки, для того, чтобы у нас эта пробка при вращении не развинчивалась. Но на дрелях и шуруповертах сейчас это не проблема. На всех есть реверс. Они работают как по часовой, так и против, без разницы. Поэтому тут все нормально. Следующий момент. Когда мы будем мыть плечики, точно так же, когда мы мыли дно, мы наливали воды, буквально там, несколько литров на дно, и наливали что-то моющее средство, которое давало пену. При мытье плечиков то же самое. Вот таким образом налитая бутылка, это неправильно, будет мыть неудобно. Нужно наливать, так же, где-то не больше половины, наливать туда эту пенную жидкость, которая будет давать пену моющее средство, и опускать туда нашу щетку. Она будет набирать на себя пену, а затем уже поднимать и мыть наши плечики. Вот. Поэтому вот такой вариант будет плохо, потому что дрели будет тяжело вращать, и эти ламели будут не работать. Они будут как бы за счет воды отгибаться, ломаться. В общем, вода это достаточно упругий такой, скажем, материал. Вот. Поэтому в нем эта насадка будет работать нехорошо. Не так, как в воздухе, с пеной. Поэтому сейчас я покажу, как это работает, но с полной водой. А потом покажу, как это работает уже с нормальной, наполненной бутылкой. Вот. Моя дрель-шуруповерт прикручена к нашей шпильке. Значит, насадка установлена. Опускать ее в бутылку теперь намного легче, потому что она смотрит как бы узкой частью бонуса вниз. Соответственно, ее нужно просто чуть-чуть вот так вот поддавить, и сюда внутрь вот так вот пропихнуть. Там она расправляется у нас. Все ламели распрямляются. Можно даже чуть-чуть закрутить. Вот. Затем мы их поднимаем вверх, потому что нам надо мыть наши плечики. И просто запускаем. Вот видите, здесь есть внутри пятна. Сейчас мы попробуем их отмывать. Вот такой прошел у нас эффект. Вот. Что я говорил, за эту трубку удобно придерживать рукой. Это безопасно, потому что, если что, шпилька внутри проворачивается, но при этом мы удерживаем около горловины ее, и она не так сильно вибрирует. Вот таким вот образом у нас происходит мойка. Застарелые пятна требуется замачивать. Эти бутылки я одну уже отмыл, а вторую только налил. Рекомендуется их замачивать с предыдущего дня, если очень застарелый у вас здесь осадок. Вот. Но такой застарелый тоже отмывается. Я проверял. Нужно выждать хотя бы полчаса. Вот первый раз сейчас мы его намылили нашей щеткой. Теперь выждем. Он немного разъестся, и щетка его возьмет. Правда, на это уйдет немножко больше времени, чем когда он уже замоченный с вечера. Но, тем не менее, эта щетка очень эффективно его отмылает. А сейчас я попробую немножко, наверное, убавить воды, и уже домыть этот осадок до конца. Итак, правильное количество воды это примерно вот такое, то есть половина или даже ниже. Вот. Добавлено моющее средство, которое дает нам пену. Мы опускаем нашу насадку внутрь нашего бутыля. Вот так, расправляем его. Вот даже видно, как он там расправляется. Затем поднимаем его. Насадка наберет пену. Затем поднимаем ее на уровень там, где нам надо мыть плечики, и просто начинаем вращать. Не знаю, как это видно на камеру, но вот здесь вот загрязнения прямо видно, как исчезают, хотя прошло буквально тут 10 минут. Даже не потребовалось длительное замачивание, о чем я говорил. Но замачивание будет работать еще лучше. На самом деле способ очень эффективный. Буквально любые загрязнения таким образом отмываются без всякого абразива, бутылка не царапается, не портится. Вот эти щетки из пластиковых бутылок работают очень эффективно, прям изумительно. Я думаю, что вы не зря потратите время на просмотр этого ролика и первой части, и второй, потому что теперь отмывание этих бутылей у вас не будет занимать ни сил, много ни времени, ничего, а превратиться просто в увлекательное занятие. Вам даже понравятся мыть эти бутыли, на самом деле. Поэтому пробуйте, делитесь своим опытом отмывания в комментариях. Я думаю, что у вас все получится не менее эффективно, чем у меня. Бутылки будут просто сверкать изнутри, но снаружи вы их всегда можете помыть при помощи вот таких вот губок, потому что вот этот слой абразивный, но запихнуть его внутрь достаточно проблематично и помыть внутри. Поэтому снаружи мы моем стандартной вот этой губкой, а изнутри мы моем нашей самодельной щеткой, которая работает не менее эффективно, чем губка. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и первое видео, где мы делали насадку для мытья дна. Вот, значит, кстати, еще пару слов. Можно было бы эти насадки поставить две, и вниз, и вверх, для того, чтобы отмывать сразу и дно, и плечики. Но из-за того, что мы пользуемся прямым вращением и реверсом, у нас эти гайки могут раскручиваться. Но если вы поставите здесь на кончик контрагайки, и внутри можно, в принципе, законтрагайить, тогда действительно этот способ с двумя насадками одновременно будет работать, и вы сможете вращать в любом направлении. То есть отмыть бутылки вам хватит силы удержания, и ничего у вас не открутится. Поэтому действительно такой способ тоже имеет место быть. Пробуйте, оценивайте, увидимся в новых видео. Пока-пока!